Здравствуйте! Я Артур Бязров, ведущий программы «Неудобная студия». Мы собираемся для обсуждения наиболее важных проблем осетей. И сегодня мы будем говорить о социально-политической ситуации в Российской Федерации и возможных ее последствиях для Республики Северная Осетия Алания. Итак, у нас в гостях. Тамерлан Владимирович Цегоев, уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия Алания. Артур Асламбекович Хадзарагов, генеральный директор Северо-Остинской региональной культурно-патриотической спортивной общественной организации «Ирон-Легион». И Станислав Магометович Кисаев, председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия Алания. Здравствуйте, уважаемые гости и эксперты. В течение недели прошли митинги в разных городах России. В них участвовали десятки тысяч людей. Это говорит об определенной тенденции, которая, на мой взгляд, может перекинуться при определенных обстоятельствах и на нашу республику. Что нам известно об этих митингах? В основном люди выходят стихийно, без определенной программы, без четкой программы, как минимум. Без конкретных требований, чтобы были какие-то общие требования, оформленные, направленные, скажем, органом власти. Второе. Идейным организатором этих митингов выступил оппозиционный политик Алексей Навальный. Именно он призвал людей для того, чтобы они выходили на улицу. Я бы хотел поговорить о том, как могут стихийные протестные акции повлиять на социально-политическую ситуацию в стране. И какую позицию необходимо занять для того, чтобы указанные процессы не отразились негативно на республике. Вот об этом я бы хотел поговорить. И первый вопрос, Станислав Магомедович, я бы вас хотел спросить. С чем связаны митинги, на ваш взгляд, в городах России? И это умелая манипуляция, на ваш взгляд, или какое-то недовольство людей? Вы знаете, я, наверное, начну с того, что скажу спасибо за вопрос. Потому что, как вы правильно сказали, ну не только прошедшая неделя, а вообще мы же уже живем так от информации до информации, что тогда-то соберутся люди, которые будут высказывать свою позицию. Это не очень плохо. Но когда вот свою позицию начинают выражать в том виде, в котором это у нас происходит, на самом деле начинаешь переживать за ту страну, в которой ты живешь. Потому что, ну, конечно, мы на себя не берем вот эту тяготу ответа на все вопросы. Но наше видение, если оно интересно, и я вам благодарен за то, что вот вы сегодня на эту актуальную тему нас собрали. И мы должны определиться, что же это такое. То ли это чья-то инсценировка. Ну, я не знаю, я слушаю, смотрю, какие-то передачи в адрес Навального упражняются в навешивании на него того-того. Другие, наоборот, возносят его. Ну, как минимум известно, что он призвал людей выходить на улицу. Это понятно, это понятно, но то, что он не мессия, это, само собой разумеется, не потому что создатель один, а потому что все, что пытается быть копией, это всегда совершенно не то. И вот здесь, я не знаю, как мои коллеги к этому отнесутся, но я думаю, они тоже учились прибыли. Нет, не в то же время, но не очень далеки от классического понимания мира объяснения. И бытие определяет сознание, скажем так. И вот, скажем, то, что в нашей стране есть проблемы, это ни для кого не секрет. То, что эти проблемы порой носят такой, ну, если не вопиющий, то очень острый характер, это тоже не секрет. И то, что этим пытаются воспользоваться люди, у которых своя цель и так далее, и так далее, это же тоже не секрет. И наша задача, ну, для себя четко определиться, кому мы верим, чему мы верим, извините, за кем мы пойдем и что мы будем делать. И вот здесь, ну, я бы сказал так, я понимаю, что я много говорю, вот мне кажется, что пока мы должны рассматривать ситуацию 50-50. 50% это общественные проблемы, 50% это попытка кого-то воспользоваться этим общественной проблемой. То, что на самом деле это не так, я, может, дальше скажу, но мы исходим из того, что 50 на 50. И как мы будем из этого выходить? Ну, не при помощи Навального, я думаю, потому что, ну, не потому что, вот как юрист, я знаю, все же знают. Ведь у него прошлое достаточно такое криминальное, начиная с Киров леса. Ну, есть вопросы, да, действительно. Ну, это не вопросы, это, понимаете, это проблема, я понимаю, я перебарщиваю, это проблема и судебной системы. Как можно смотреть за человеком или на человека, который не является на режим регистрации и так далее, который во время пребывания на месте летает по стране, потом его отпускают за границу и так далее. То есть это проблема общественная, но искусственно подогреваемая, извините. Ну, я полностью согласен с вами, действительно, есть общественные проблемы, это, наверное, нужно признать. На самом деле и органы государства, и власть признают это. И Владимир Путин неоднократно говорил, да, об этих проблемах, что есть проблема бедности, которую необходимо решать, есть проблема расслоения неравенства, все эти проблемы наверняка, они тоже катализируют вот все эти процессы. И люди, конечно, у людей есть определенное недовольство, поэтому действительно 50 на 50 есть, ну, есть и умелое руководство, скажем, этим процессом. Я бы попросил наших режиссеров, чтобы они подготовили нам видео, а пока они нам его готовят, я бы у вас хотел спросить, Тамерлан Владимирович. Вот известно, что выходить на митинг и призвал представитель внесистемной оппозиции, Станислав Магмедович об этом тоже сказал, Алексей Навальный. Можно ли доверять, вот на ваш взгляд, этому человеку? Потому что все-таки очень многое зависит от того, что за политическая сила руководит этим процессом. Намерен ли он решать проблему людей? Артур Васильевич, я могу сказать, что у Навального была попытка участвовать в выборах, да? Совершенно правильно. И про себя я могу сказать, что я вряд ли его избиратель, да? Больше по субъективным причинам. Насчет объективных это отдельно. Я почитал тогда подготовленную программу в 16-17 годах. Там и политический блок, и экономический блок, он у меня вызывал ряд вопросов. Да, действительно, опора была на социальное недовольство. Она была, я бы сказал, леволиберальной, даже не консервативной, а либеральной больше. Националистическое, да. Национализм присутствовал на раннем этапе. Об этом, я думаю, отдельно надо говорить. Последние годы это все, видимо, было проанализировано и постепенно начало уходить из публичной риторики Навального. Но и первые эти высказывания, они сохраняются. Как говорится, интернет все сохраняет. И люди читают, смотрят. И то, что политик подстроился, но он не единственный такой. Мы видим и Жириновского, который периодически высказывает такие вещи. Это все приводит к тому, что на Кавказе и в национальных республиках за ним традиционно мало следует. И мы вот по 23 января мы видели, что ноль человек на площади свободы и так далее. И не только на площади свободы. Даже публичное подсказывание в его поддержку на Кавказе было крайне-крайне мало. И то, скажем так, в основном те, кто были заранее подготовлены к этому. Поэтому сказать, что можно ли ему доверять или нет. Доверие – это вопрос личный, я бы сказал, человеческий. К публичному политику это очень тяжело применять. Это все определяется через систему демократических ценностей, через выборы и прочее. Как я уже сказал, его программы у меня тогда вызывали вопросы. Экономическая программа, она просто оставляла желать лучшего. Хотя были предложения, которые вызывали интерес. Там и по сниженной ипотеке, там и так далее. Но мы видим, что с тех пор и государство постепенно это все невелирует. Пишают эти проблемы. Да, потому что мы видим и работающие программы по сниженной ипотеке, которые были включены, к примеру, да, то же самое. Но я повторюсь, я не его избиратель. Если можно, я хочу, чтобы мы в ходе сегодняшней беседы по либерализму высказались. Потому что, ну, да, на Кавказе все традиционно и так далее, и так далее. Но тем не менее, я когда общаюсь со студентами, я иногда задаю провокационный вопрос. Вам нравится Навальный? Вы знаете, публика вот реагирует так трепетно и начинает рассуждать о либеральных ценностях. Ну, я просто как заявку говорю, просто, потому что, я думаю, нам надо об этом сказать. И я думаю, коллеги скажут об этом. Ну, может быть, да, действительно, мы поговорим еще об этом, об этой личности. Артур Асланбекович, я бы хотел вас спросить, не является ли молодежь, которая призывает на улицу, выходить на улицу, да, объектом манипуляции Навального и сил, которые стоят за ним? Вот вы как представитель молодежной организации, что скажете? Ну, молодежной организации и преподаватели с 15-летним стажем, ну, однозначно, потому что молодежь – это самая взимая часть социума. Когда человек понял на определенном этапе своего развития, скажем так, что Россия, на самом деле, очень сильна на сегодняшний день, и никакими шантажами и дискредитирующими материалами он не может повлиять ни на политическую ситуацию, ни на общественную, он решил бить по самому, ну, мне кажется, низко, ну, как минимум, да, потому что она, на самом деле, очень уязвимая. В этой связи у меня вот сейчас полная картинка складывается. Почему? Потому что вот эти методы, которыми работают наши молодежи, они для меня очевидны. Самая большая проблема на сегодняшний день, ну, чтобы вы понимали, я могу с полной ответственностью заявить, что студент, вы сами преподаватели, студент 5 лет, 10 лет назад и сегодня – это не разные студенты, это разные люди с совершенно другим мировоззрением, понимаете? Они перестали, к сожалению, сегодня читать. Это факт, я называю факт. Когда задаешь вопросы в аудиторию, где 200 человек, назовите героев Советского Союза, астин, молчане, ну и так далее, и так далее. Перестали читать, соответственно, перестали, у них нет возможности уже, навык пропал, навык анализировать информацию. И все эти клиповое мышление. Конечно, и все эти люди, все эти люди, которые понимают, что это определенные технологии, да, это определенные технологии разрушения социума изнутри. Это все вот эта вот штука. Когда они 22-24 часа находятся в Инстаграме, я, я, дай бог, чтобы было так, чтобы они посещали сайты НАСА, Роскосмоса, да, постигали что-то новое, исторические какие-то странички. Вы же знаете, какие сайты они посещают. Поэтому это очень большая проблема, естественно, он решил воспользоваться этим. Я особо, если честно, за ним и не слежу. Но для меня, как для россиянина, осетина, его слова о том, что Кавказ — это бремя для России, да, именно Кавказ, Осетия — бремя для России, в которой каждый второй герой Советского Союза, наша республика, она практически наполовину сократилась, отдавая жизни за благосостояние этой страны. И человек, который мыслит такими категориями, для меня здесь не то, что его... Ну, 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 мы сами виноваты в том, что сами же его и пиарим, вот этим всем самым. Ну, мало ли в России умных людей, которые несут непонятно что, и всех их обсуждать в социальных сетях, распространять и так далее, и так далее. Ну, я думаю, это того не стоит. Ну, с другой стороны, очень большой вал информации в интернете идет, и я думаю, полезно будет послушать и другую точку зрения, потому что... Да, вот Станислав Магомедович очень важную вещь затронул о либерализме. Сегодня у нас либерализм и свобода — это синоним. Но это на самом деле не так. И вот в любом случае какая-то цензура и в сети должна быть, понимаете? Какая-то цензура должна быть, потому что 16-17 лет ребята, они могут достать любую информацию, это ненормально, так не должно быть. Человек отличается от животного мира, извините за такое сравнение, тем, что он действует согласно определенным правилам. Мы уже не свободны, понимаете? Поэтому здесь нужно все-таки какой-то ценз вводить, и вы правы, что общественный резонанс и социальные сети и так далее, и так далее. Это ящик Пандору он открыт, давайте его как-нибудь закроем. Можно, я скажу, самоцензура? Потому что, ну, всемирную сеть невозможно закрыть. Наша задача — не упустить молодежь. Чтобы, как Тамерлан правильно сказал, по-моему, чтобы демократию не путали с либерализмом. Это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. И, ну, поживем мы видим. Ну, я полностью согласен с вами, действительно. Интернет очень трудно закрыть. С другой стороны, молодежь, Станислав Магажевич, правильно вы об этом сказали, очень важно, чтобы молодежь понимала те процессы, которые происходят у нас. То есть молодежь — это та часть общества, которая в силу возраста очень легко политикам, определенным политикам безответственно вовлекать в определенные авантюры, как мне кажется, да? Я бы хотел, чтобы сейчас, если у нас видео готово, чтобы нам показали его. И мы дальше посмотрим, может быть, прокомментируем и продолжим наш разговор. Другими национальностями, за исключением Северного Кавказа, мы сейчас таких проблем не испытываем. Никто не имеет никаких проблем с татарами, или с башкирами, или с тувинцами, или с мордвинами. То есть, в целом, идеи мультикультурализма, о которых сейчас так много говорят, они вполне себе реальны и осуществимы у нас в России, они присутствуют. Зачем обзывать это каким-то странным словом мультикультурализм? Все вполне себе живут и существуют, и много лет жили себе мирно. Вот Кавказ и странная политика Москвы на Кавказе привела к тому, что там правят какие-то организованные группы. Поэтому, например, если завтра мы бы ввели весьма разумную меру ограничения перемещения грузов и людей с территории Северного Кавказа... Слушайте, это граждане Российской Федерации. А кто говорит, что это не граждане Российской Федерации? У них точно такие же права, как у нас с вами. И свободы перемещения в том числе. Хеллоу, Таня, там идет гражданская война. А если гражданская война, то мы имеем право ввести, например, чрезвычайное положение, или другие меры ограничения. У нас Чечня самая мирная вообще республика, и спокойная в Российской Федерации. Вот она самая мирная республика. Вот вы зайдите, пожалуйста, на YouTube, и посмотрите, какие-то басмачи расстреливают из пейнтбольных ружей женщин просто за то, что они в платках на улице не ходят. Понимаете? Вы хотите, чтобы эти люди жили в вашей стране? Я не хочу. Я попрошу наших режиссеров, чтобы они показали еще одно короткое видео. Всем привет. Два года уже не выступал на митингах, но сегодня я очень рад приветствовать организаторов компании «Хватит кормить Кавказ». Вот это фрагмент буквально из его выступления на одном из митингов тоже, который проходил с таким лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Он принял в этом митинге тоже активное участие. Но есть масса других разных его высказываний по поводу мусульман, разные оскорбительные, называл чучмеками и так далее. Не будем обо всем говорить, но вот есть такое мнение, что, Станислав Магнитович, я бы вас хотел сказать, что есть мнение, что, допустим, у Алексея Навального нет программы. Просто он критикует власть, выступает с разными разоблачительными материалами. А разве это не является программой? Посмотрите, националистические высказывания. Он фактически говорит о том, что «Хватит кормить Кавказ». Хотя, на самом деле, Кавказ – это, как мне кажется, не самый дотационный регион, и статистика об этом говорит. У нас еще есть Дальний Восток, который гораздо более дотационный. Но вопрос не в том. Кавказ – это часть России все-таки. И, с другой стороны, он призывает, чтобы ограничили миграцию людей. Он говорит о том, что именно с народами Кавказа такие проблемы у России сразу сопоставляет. Кавказ с другими народами и так далее. Не в пользу Кавказа. Вот, на ваш взгляд, есть ли все-таки программа у Алексея Нового? Не является ли это частью его такой программы? И не пытается ли он таким образом воздействовать именно на тот электорат, который отличается вот такими националистическими взглядами? Небольшую часть, скажем так, нашего общества. Вы знаете, вы меня ставите в неловкое положение, потому что вот на эту тему мы включим телевизор, и мы будем долго-долго-долго говорить. Но я хочу, чтобы коллеги тоже высказались. Я просто хочу сказать, какая программа? Это не просто, даже не демагогически за все хорошее и против всего плохого. Это человек, который, ну, извините, Томин Иванович, я сожалею, что он коллега с нами по профессии. Юрист. Ну, юристов бывает много. Ну, человек, который такую пургу метет. И да, молодежь – это люди, которым все интересно, но когда они ничего другого не слышат, ну, это же старая песня про Кавказ, про туземцев. Вот мы сегодня же говорили о том, что не будем только про Осетию говорить, как мы себя ведем по отношению к нашей великой державе. Но вот когда вот такие демагоги затевают вот эту вещь, что ничего, кроме низменных чувств, они не пробуждают... У большинства людей, как мне кажется. Абсолютно. Ну, все понятно. Жизнь не самая хорошая у нас. Особенно, когда мы говорим о том, что страшное расслоение между супербогатыми и просто бедными, когда страшное расслоение во всем обществе, то кто виноват в моих несчастьях? Мой сосед. А кто из наших соседей? Кавказ. Вы меня простите, кто вышел на митинги? Не Кавказ. А вышел Урал, который... Кстати говоря. Извините меня, зарплаты там не на уровне кавказских. Доходы выше, да, действительно. И, извините меня, скрытая преступность тоже не уступает Кавказу. Я уж про Москву и Санкт-Петербург не говорю. Ну, на Кавказе, по-моему, один из самых низких уровней преступности, на самом деле. А вот, Станислав Магомедович, такой вопрос я хотел бы. Вот эти высказывания, вот вы как заслуженный юрист все-таки, скажите нам, они разве не на грани экстремизма? Почему на грани? Они и есть экстремизм. Это элементарное разжигание, межнациональная рознь. Вражды. Ну, то, с чего мы начали, скажем, непонятно, для чего и для кого этот человек так долго пребывал на свободе. У нас нет структурированного, хотя бы элементарного гражданского общества. Понимаете? И он пользуется уважением, точнее, вниманием у той части населения, которая у молодежи. Я, извините, не потому, что самый старший, почти старый, не потому, что вот против молодежи, но государство, не бойтесь этого, должно молодежи предлагать варианты выхода из ситуации. А когда государство этого не делает, появляются Навальные, которые говорят, я ваш спаситель, я пришел дать вам свободу, за мной, не думайте ни о чем. И вот то, что получилось, я удивляюсь, на самом деле, мы чересчур долго говорим о нем, надо говорить просто о том, что он из себя ничего не представляет. Спасибо, Станислав. Но не забывать о том, что это проблема общественная. Ну, это чуть другая тема. Ну, действительно, да. На волне общественных проблем, как раз-таки, такие политики и зарабатывают свой политический капитал. И я полностью согласен, действительно, вот мы неоднократно говорили, не раз, да, об этом, и Артур Асланбекович, Станислав Магданович, вы об этом говорили, что молодежь, да, действительно, она отличается либеральным мышлением, по крайней мере, значительная часть молодежи. Но, с другой стороны, вот на Кавказе эти протестные акции, их не поддержали. Значит, все-таки у нас жители нашей республики, они, как мне кажется, отличаются определенной мудростью, они понимают, что в какой-то степени, конечно, в значительной степени это все манипуляция. Тамерлан Владимирович, я у вас хотел бы спросить, а каким последствиям могут привести данные протестные акции в России, на ваш взгляд, это решение социальных проблем, может произойдет каких-то, или, наоборот, дестабилизация ситуации в стране? Вот особенно применительно вот к нашей республике, к нашему региону северо-кавказскому. Ну, последствия, здесь надо понимать причины, в первую очередь, чтобы потом понять последствия, да. Первой причиной являются те моменты, на которых частично указал Станин Слава Магомедович. Работа с молодежью, любая молодежь, она пассионарна, намного пассионарнее, чем иные возрастные категории. И революции и прочее все всегда опираются на молодых. И апелляция к молодежи здесь, оппозиционных сил, любых, там, системная, несистемная позиция, это неудивительная вещь. Во все времена это так и было. Человек, когда проходит, не до конца прошел еще ступеньки по социализации, он подвержен манипуляции. В этом плане оппозиция, какая бы она ни была, как я уже сказал, она именно к молодежи поэтому апеллирует. Революцию делают энтузиасты, молодцы, а пользуются плодами. Когда мы говорим о первопричинах, то действительно вот вопиющая социальная неравенца, которую мы имеем сегодня. И уже, по-моему, в этой студии мы когда-то об этом говорили. Отсутствие ощущения социальной справедливости у людей. Вот эта социальная справедливость, она, конечно, философская категория, но народ тяжело обмануть в этом плане, в этом вопросе. И вот последствия любых вот таких акций, они зависят от того, какие ресурсы прилагают усилия, какие ресурсы на это кидаются и так далее, что противопоставляет этому всему государству, что делает. И действительно, вот, да, в риторике... Ну вот, понятно, что действительно есть проблема, о которой вы сказали, неравенство, нехватка социальной справедливости и так далее, да. Но вот данные митинги, учитывая, что есть определенная политическая сила, которая пытается руководить этим процессом и так далее, да, ну, по крайней мере, призывы были, да, и люди вышли на определенные призывы. Мы до конца не знаем, что за люди занимаются и на сегодняшний день, да, всем этим делом. Может быть, есть другие какие-то организаторы, которые также участвуют в этом. По крайней мере, есть определенный штаб, который занимается, как минимум, да. Вот приведет ли это к решению тех проблем, собственно, о которых они говорят? Ну, вы знаете, Артур... И вообще, ставят ли они такую задачу решить эти проблемы? Артур Васильевич, не знаю, какие задачи они ставят перед собой, но то, что проблематика существует, это очевидно. И эти проблемы государство должно, обязанно решать. Но это бесспорно. Предлагать, да. Когда мы говорим о том, какие ресурсы на это кидаются, да, для меня очевидно, что помимо, вот, как вы назвали, штаба, достаточно серьезные ресурсы, которые готовят вот эти видеоматериалы, и прочее, это серьезная обработка, больших денег стоит, на мой взгляд. И источники финансирования этого всего, конечно, государство должно выявлять, выяснять, почему это все, и находить бенефициаров, конечно, да. Это один момент. Второй момент, это то, что мы называем демократией и критикой, да, в отношении власти. Я сторонник конструктивной критики и противник того, чтобы оппозицию гасили в чистом виде, да. Без оппозиции государство не развивается без критики. Это нормальное состояние нормального общества, вот, но конструктивное. И, да, действительно, были часть материалов и так далее, особенно к антикоррупционной направленности, они вызывают интерес, это все надо разбирать, соответствующие структуры должны это все по гвоздям разобрать и дать компетентный ответ, да, на это все. Это требует ответа всегда, потому что это заявлено публично. Вот, это второй момент. Третий момент, вот, тот аспект, о котором мы упоминали, социальная проблематика, да, и неравенство. Огромный разрыв, когда мы говорим, что у нас кризис, что у нас пандемия и так далее, у нас верхушка списка Forbes, она прибавляет в капиталах миллиардами. Некоторые теряют, но основная масса идет наверх, а население, девальвация рубля и так далее, мы понимаем, к чему это приводит. Вот, то, о чем частично говорит о межбюджете, да, межбюджетные отношения в России. Вот, у нас 75, по-моему, субъектов из 85, они дотационные. Я не считаю, что это нормальное состояние межбюджетных отношений. Не может 75 субъектов в Российской Федерации быть дотационными. То есть тут и вопросы налогобложения, НДС, распределения этих средств. То есть сначала все собрать, а потом, чтобы приходили и потом просили, и дадим столько, сколько дадим. Да, это система управления, она специфическая, чтобы, может быть, была изначально заточена под то, чтобы сгладить неравенство между богатыми субъектами, бедными. Но это все, скажем так, весьма дискуссионные вопросы. И что-то с этим тоже надо делать. Но это мало относится к тем способам и средствам, которые используются для выведения, вот, в условиях существующих ограничений, населения на улицу. У нас был митинг 20 апреля 2020 года, после которого мы до сих пор как бы разгребаем, и суды по ним вот сейчас идут в Ростове, да. И Осетии точно хватило одного митинга в период пандемии. Вот выходить на улицу и призывать к митингам. Митинг — это демократичная процедура, это элемент непосредственно демократии населения, да. И это конституционно. Но когда существует, вернее, действует введенный режим повышенной готовности, где, ну, не до митингов сейчас. Почему именно сейчас? Нам надо перед, скажем так, существенной проблемой сплотиться, перед пандемией, да. У нас люди умирают каждый день в больницах. И тут призывы к тому, чтобы выйти. Молодежь, вот так называемое поколение тиктокеров, да, конечно, они не готовы к потреблению такой информации, которая, скажем, бывает сформирована под вот такие неокрепшие умы. Специально сформирована. Не хватает критического мышления, как мне кажется. Его не может хватать в возрасте 10 лет, 12 лет и апеллировать к вот этому поколению. Ладно, молодежь, когда от 18 до 25, там, до 35 лет, это ладно. 35 лет уже состоявшиеся человек, 25 лет тоже. Подростки, именно та часть молодежи даже, которая... Ну, 12-14 лет, ну, извините. Артур Асанбекович, я бы вас хотел спросить. Какую позицию должны занять общественные организации, институты гражданского общества в сложившейся ситуации? Может быть, игнорировать пропаганду Алексея Навального и его команды, да? Вот здесь прозвучала, да, тоже такая мысль. Станислав Магнитович говорит, слишком много мы об этом говорим, об этом человеке, да? Ну, мы много говорим, потому что мы много, им надо не просто реагировать, их надо фактами и действиями опровергать, понимаете? Дискуссия хороша, ну, когда тебя... Извини, Артур, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я к другому кому-то... Это очень важно, да, очень важная поправка, потому что я действительно полностью согласен. Понимаете, да, потому что вот сказать, что они нехорошие люди, редиски, и все, мы их не видим. К сожалению, мы их видим, мы их чувствуем, и нам надо искать контраргументы. И вот я с удовольствием послушаю, кто мне расскажет. Да, поэтому, Артур Александрович, вы скажите нам, вот как нужно реагировать на это, игнорировать, или, может быть, занимать какую-то активную гражданскую позицию? Может быть, общественные организации, молодежные общественные организации должны выступить с какими-то заявлениями? Наверное, я повторюсь и скажу о том, что... Кстати, у меня большие сомнения по поводу того, что это проплаченная личность, его финансируют откуда-то и так далее, и так далее. Почему у меня сомнения? Потому что, ну, могли бы найти поинтереснее что-то, потому что... Достойнее. Так, ну, я не могу оскорблять, потому что я его не знаю как человека, но, по крайней мере, как политик он очень слабый, потому что вот те заявления, которые он сделал, те заявления, которые он сделал, но он понимал, что он в этом смысле политический труп, потому что любой адекватный человек не может последовать за таким, понимаете? Артур, богатрико, ну, вы знаете, все-таки вот эти заявления и прочие, это все-таки ранний Навальный был. А вот то, что мы сегодня имеем, это уже человек, который явно поработал над собой, над риторикой, над, я бы даже сказал, элементами НРП и так далее. То есть здесь нельзя сказать, что над ним не идет работа, как над политиком, над личностью и так далее. Потому что выступать публично, ораторское мастерство и прочее призывать, это все очевидно, на мой взгляд. А кто работает, это я не знаю, тоже не могу сказать. Ну, с другой стороны, да, я полностью согласен, Тавел Владимирович, это более ранний Навальный, но именно тогда он сформировался, и именно тогда вот он заработал тот политический капитал, который он имеет сейчас. Тогда начиналась его популярность. Которому продолжает пользоваться и который нравится всем, опять-таки, ну, очень многим, опять-таки от того, что у нас очень много нерешенных проблем. Он обозначает проблемы, давайте решать эти проблемы, а не фехтовать с ним интеллектуально на предмет того, вот там ты не прав. Просто, извини, пожалуйста. Нет, нет. Кстати, если можно, да, о решении проблем. Я помню 90-е годы, ну, мне лет 12-15, наверное, было. Вот в последнее время очень активно в социальных сетях популяризируют то время. Якобы менеджмент в республике был выдающимся, это было нечто потрясающее и так далее, и так далее. Я не могу говорить, что это так, потому что я сам помню, как это было. Я могу с полной ответственностью заявить, я же помню, по крайней мере, по разговорам, что такого количества финансовых средств, как в 90-е годы в республике, не было и, скорее всего, уже не было, я не знаю, никогда. Нелегальных? Ну, хорошо. Извините. Да, это были колоссальные... Значит, наверное, бесконтрольных какой-то степени. Это были колоссальные деньги. Если бы действительно в нашей республике были великие патриоты, как коими их называют, у нас были бы дороги, заводы, школы и так далее, и так далее, и так далее. Почему-то их нет, но у нас есть Алани, и они против. Ну, не может быть пира во время чумы. Хлеба и зрелищ, ну, вот так вот мы и жили. Затем еще одно поколение руководителей, еще одно, еще одно. Давайте проанализируем. И вот нынешнее руководство, когда оно пришло, у всех был скепсис очень большой, потому что люди устали от этого застоя. Осетия устал. Хочется чего-то нового, хочется продвижения, причем не эволюционного, а очень быстрого, потому что люди хотят этого. Не будете слова революционного. Я этого не произносил. А я настаиваю. Нет. Так вот. То есть вы считаете, что у нас какое-то движение есть вперед? Ну, давайте объективно. У всех был скепсис, у меня в том числе. Но есть определенные шаги. Вот давайте факт. Когда такое количество было новых дорог в республике? Когда такое количество новых медучреждений открывалось? Когда такое количество школ? Ну, вот давайте факты будем называть. Давайте сравним периоды. Важные социальные объекты, какое количество было открыто с 90-х годов по нынешнее время. И просто резюмируем. Больше ничего. Ну, на самом деле, мы даже делали программы на эту тему. Такого действительно, таких инвестиций именно в социальную инфраструктуру, в дороги, в строительство. Такого не было, наверное, никогда. Большой объем инвестиций. Кстати говоря, очень много средств поступает из федерального центра. Поэтому я к чему... В прошлом году 12,5 миллиардов поступило. Я к чему. Есть ли необходимость в подобного рода методах обращения к власти конкретно в нашей республике? Ну, например, сотни лет мы пытаемся закрыть электроцинк. Пытались закрыть его. Его же закрыли сейчас. Не до этого. Десяток лет пытались. Не обижайтесь, пожалуйста. Ну, вы договорите. Я потом попрошу слово, как человек из лишних 90-х. Ну, вот как-то так. Есть ли необходимость? То, что у нас есть проблемы, наша общественная организация систематически об этом говорит. Они естественные есть. Но давайте... Очень важно, чтобы об этом говорили общественные организации, чтобы это не переходило в какое-то деструктивное русло. Об этом идет речь. Основная цель деятельности нашей организации состоит в том, чтобы мы сделали акцент на морально-нравственном оздоровлении молодежи. Это очень важно для нас. И вот когда первые попытки руководства были шаги в этом направлении сделать, я помню, было выступление против курения кальянов и еще чего-то. Это все поучились, как это и что это. Я не понимаю, что в этом плохого. Ну, я лично против того, чтобы молодежь себя губила вот этим. Я против этого. И дай бог здоровья тем, которые инициировали это. Нет, им обязательно должны противопоставить что-то. Якобы кто-то не видит там главных проблем. Да, они увидели вот эту проблему и решили взяться за нее. Давайте поддержим это начинание. Вдруг, я не знаю, у людей еще больше желания разгориться. Они еще больше начнут делать. Нет, мы же должны это сразу пресечь оскорблениями, унижениями и так далее. Но это тенденция инстаграмная. Я согласен с вами. Поэтому с этим, конечно, тоже нужно что-то делать. Это ненормально, потому что любое начинание – это негатив. Давайте попробуем поддержать. Не унижать, не оскорблять и говорить, ну, можно было по-другому сделать, а поддержать. Что из этого нужно? Для этого и нужны, я как мне кажется, общественные организации, институты гражданского общества, чтобы они эти вопросы находили, чтобы они их в взаимодействии с органами государства решали. Мы как можем это делать? Все возможные способы, которые мы представляли для себя, мы их используем. У нас огромное количество известных спортсменов. Впервые вообще, ну, ребята эту идею подкинули. Я не встречал доселе такого, когда систематически изо дня в день они обращаются к молодежи. Я помню, Тимур Эляров обратился и говорит, очень важно, что вы за нами ездите в другие регионы, пытаетесь поддержать. Но куда важнее, вы проявите свою любовь и отношение к нам. Не тем, что вы рвете на себе футболки, говорите, и ракторажем, а тем, что вы перестанете курить, пить и так далее, займетесь обучением и так далее. Ну, вот в каком-то моменте. Но это очень важные социальные проблемы, то, о чем вы говорите, действительно есть экономические разные проблемы, а есть проблемы нравственного порядка. И они комплексы. И кроме того, это очень положительный пример. Александр Викторович, когда мы говорим о таких проблемах, мы очень часто даже в этой студии, опять же, говорили, у нас поменялось время, у нас серьезнейшим образом поменялась информационная картина. То те инструменты, тот инструментарий, который сегодня работает, вот эти инстаграммы, телеграммы и прочие граммы, да, они привели к тому, что если раньше надо было совершить какое-то дело благое, это 70% усилий и может быть 30% или даже меньше усилий это осветить, чтобы донести до широких масс населения, то сегодня, наверное, ровным счетом наоборот. Это означает, что 30% это усилий на совершение какого-то дела, а 70% на освещение и снятие негатива, который идет по благому делу в социальных сетях. То есть, что бы хорошего ни сделал человек, организация и прочее, все равно негатив выливается. А зачем это надо и так далее, так называемые диванные, да, клавишники, диванные эксперты и так далее. Но это уже данность наша. И те структуры, которые занимаются каким-либо социально полезным трудом, деятельностью, да, они вынуждены с этим работать. Если у вас нету соответствующих информационных ресурсов, которые параллельно позволяют снизить, минимизировать вот этот негатив, который присутствует всегда, его не убрать сейчас из соцсетей, то результат ваш, какой бы он хороший ни был, он оказывается замыленным. И то положительное воздействие, на которое рассчитывает общественная организация или орган государственной власти и так далее, от мероприятия, от деятельности, начинает резко падать вниз. Нивелируется в какой-то степени. Поэтому информационная повестка очень важна и не только телевидение, и не только газеты, традиционные СМИ. Это в основном социальные сети, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук и прочее. Которые, кстати, в основной массе свои, они зарубежные. Но именно в социальных сетях, как мне кажется, очень много зависит именно от гражданской позиции, и в том числе от общественных организаций, от активистов, которые тоже должны определенную работу вести. Системная работа должна быть. Да, Станислав Магунович, я бы вас хотел спросить, вы тоже хотели прокомментировать, но я спрошу вас, а дальше вы прокомментируете. Ну, во-первых, я комментировать ничего не то, чтобы не собираюсь, я хочу порассуждать и высказать свою позицию. Ну, я вот когда попросил, а можно человеку из 20-го века, из лихих 90-х, из того, что было тогда, я не знаю, как вы поймете, Навальные были и тогда. Навальные всегда будут. Извините, товарищ Ленин, он не мне, товарищ, так к нему обращались, писал классику. Не обойти, не отодвинуть вопрос о власти нельзя. Он всегда выходит на первое место. Когда у нас появляются, да, Навальные – это дремлющие агенты, а как только подходит время к очередной предвыборной кампании, товарищи Навальные просыпаются и оживают. Вот говорят, извините, я опять-таки слежу за своей речью, вот есть такая тварь, которая называется блоха. Вот она может 300-400 лет быть засушенном виде, потом попадает на живой организм, она оживает и начинает делать свое блошинное дело. Так вот, для того, чтобы не было Навальных, общество должно работать, мы с вами, гражданское общество, должно работать на опережение. Ну, я не очень с интересом, а может быть, без удовольствия смотрю вот эти вещи про расследование, про дачу, про это. Я уже узнаю, что через несколько дней находят Ротенберга, который оказывается в Веницефеаре этого дела и так далее, и так далее. Так, может, давайте решать проблемы общества, вот глядячи на это общество, я вот про те, почему я позволил себе сказать про те деньги, которые были в республике, нелегальные. Ну, дорогие мои, извините, я в это время был депутатом, я прекрасно помню. Мы даже ставили вопрос о том, а не изготовить ли нам собственное оружие для борьбы с врагами и все прочее. Но никто, один, правда, был директор, который сказал, я могу это сделать, большинство молчали. Но водочный бизнес у нас процветал. Сейчас очень многие помнят и пытаются что-то возродить. Давайте чуть из другого исходить. Скажем, я не собираюсь, мне, в отличие от вас, повезло работать, как минимум, со всеми постсоветскими руководителями. О каждом из них я имею свое представление. А еще больше я хочу понимать наше общество. Что мы из себя представляем? Есть у нас социальная несправедливость? Есть. Кто в этом виноват? Общество в целом. Понимаете? Нельзя. Вот Вячеслав Зеленоханович все время говорит, давайте перестанем, кстати, до него это все говорили, давайте перестанем студенты принимать людей, готовить юристов, экономистов, стоматологов и все прочее. И востребованных специалистов. Понимаете, они же продолжают идти туда. Вот у нас в Неверфаке в этом году ушедшем не было ни одного бюджетного места. Но тем не менее, скажем, у нас за 150 человек студентов. И когда, я может быть не тем занят, но вы вырежете, если надо. Если я на первом курсе прихожу к студентам и говорю, здравствуйте, товарищи будущие безработные, на меня очень многие обижаются. Я же, извините, трезво понимаю, что такого количества юристов нам никогда не понадобится. Но публика же все равно идет туда. И она себя социально превращает в обездоленную часть. А потом приходит Навальный или какой-то наш человек, за кого они боролись в апреле месяце. Он говорит, вас дурят и так далее. А человек же знает, что, скорее всего, он на работу после института не попадет. Он говорит, оказывается, меня на самом деле дурят. Давайте я эту власть поменяю сейчас, чтобы не дождаться того, когда меня полностью обдурят. И вот я так хочу... То есть молодежь сама должна взять на себя ответственность за свою судьбу? Конечно. Вы об этом говорите. Конечно. Потому что... Ну, да, это... Я не смею такого слова говорить. Перебеситься. Совершенно нет. Социально адаптируется. Когда он поймет, что для того, чтобы жениться, для того, чтобы создавать семью, ему надо что-то зарабатывать. Для того, чтобы что-то зарабатывать, надо, чтобы это было, грубо говоря, достойно и общественно значимо. Но... То есть давайте как-то мы все же не забудем, оставим Навального в покое. Я надеюсь, правоохранительная система нашей страны все же наконец-то определится. А мы вот за ту часть... За всю Россию не будем отвечать. А вот за ту часть общественной жизни, часть гражданского общества, которая есть в Северной Сети, сделаем все, чтобы от нечего делать на площадь не ходили. Нужно ли нам... Вот, Станислав Магомедович, извините, я вас перебью. Вот Артур Асланбегович, Тамерлан Владимирович подняли такую очень важную тему, как мне кажется. Это... Они сказали о том, что нужно работать больше с нравственностью молодежи, со здоровьем молодежи, нравственным, да, состоянием. Вот как вам кажется, нужно ли усиливать работу в этом направлении? Потому что, как мне кажется, это нравственное состояние общества, моральное, да, особенно молодежи. Это есть вот какой-то определенный иммунитет от того, чтобы, скажем так, манипулировали молодежи. Дурное влияние распространялось на эту часть. Я с этим согласен, но можно я вот так? Я как старый марксист, детерминированный марксист. Нравственность появляется там, где есть экономический базис. Скажите, извините меня, нравственнее монаха никого не бывает. Но никто же не мечтает о монашеском образе жизни, правильно? Во всем цивилизованном обществе есть такое понятие, как средний класс. Мы к этому понятию только идем. Вот мы с вами представители среднего класса. А если мы себя запараллелим со средним классом из недружественного нам общества, по их понятиям мы далеко не средний класс, правильно? А моя нравственность, она, ну я же не говорю, что она от брюха зависит, но организм это же явление взаимоциркулирующее. Бытие определяется. Да, правильно? Материя определяет сознание, но это же не говорит о том, что вот я через пузо думаю. Но нравственность это категория, которая общечеловеческая, и надо возвращаться к этому. Извините, может быть, я сейчас... Нужно ли нам вот как-то активнее проводить работу на Барзе? Само собой. Вот среди молодежи. Да, но не говорить о том, что только у нас есть понятие Ордау. Только мы знаем, что такое Ордау, все другие этого не знают. Только мы должны вписать в свою конституцию это понятие. Понимаете? Ну так нельзя. Так нельзя. Человек, это же переводится очень просто, homo sapiens. Существо разумное. А уровень разума и разумности опять-таки предопределяется самим обществом. Вы затронули очень важный вопрос. Вы сказали о том, что у нас избыток юристов, экономистов. Соматологов и гинекологов. Визажистов тоже. Я не буду называть организацию. Вот сейчас им требуется юрист на 50 тысяч, они его не могут найти. Скажите мне после передачи, я им найду. Еще одна есть организация, где на 43, она, по-моему, мне говорила, 43 тысячи требуется бухгалтер. Они могут найти. С чем связана эта проблема? Избытка и дефицита. Квалификация. Понимаете? Вот я же говорю, массу выпускаем, но как дело до дела. Это же парадокс. Это парадокс. Это парадокс как раз-таки. Как мне кажется, работодатель тоже очень умело использует эту ситуацию. Избытка кадров. Да нет, это дефекта системы образования нашей. Когда мы говорим, что бесплатное образование, которое было в советский период, это было безусловно достижение. Вот эти образования дают возможность так называемых социальных лифтов, то, что мы имеем. Когда мы говорим о западной концепции платного образования, то дети из вот этих беднейших, не являющихся средним классом хотя бы, слоев, они по сути не имеют широких возможностей для того, чтобы перескочить эти ступеньки социальные. В Советском Союзе это сгладили и дали возможность детям, рабочих, крестьянам и так далее, все-таки выскакивать. Социальные лифты. На какие-то средние войны хотя бы. Гарантия социального. Когда мы вот этот переход сделали от коммунизма или социализма, будем говорить точнее, к капитализму, который казался для нас диким. Мы по природе своей не были буржуазным государством. Долгие минимум 70 лет. Не были готовы к этому? Мы не были буржуазным государством. 70 лет минимум. И экономику перестроить. Вот Китай пошел плавным путем, мы знаем это. А у нас получилось, что мы об колено сломали систему и начали внедрять. До конца не смогли, потому что отголоски бесплатного образования, бесплатной медицины и так далее у нас остались, что ближе к скандинавским странам, на самом деле, скандинавской модели. А налоговая система, о чем мы говорили до этого и так далее, она оказалась буржуазной, жестким капиталистическим содержанием нутром. Но вот это бесплатное образование, которое мы сегодня имеем, оно оказывается не совсем бесплатным. И не для всех бесплатным. И получается, что люди идут на небюджетные места, платят деньги в надежде на то, что получат какое-то качество. Однако в отсутствии конкуренции, когда мы убили изначально частные вузы, по сути, и оставили государственные, где система, она не самоочищается, скажем так, от некачественного преподавателя, некачественной службы контроля за знаниями, да, на выходе, то мы получаем вот тот продукт, о котором мы говорим. Куча людей с дипломами о высшем юридическом образовании, и так далее, и так далее, которые не могут пойти в суд и не могут исковое заявление хотя бы написать, элементарное, да. Так для чего такие юристы получаются? Конечно, мы не можем потом искать нормальных, качественных юристов кадры, да. А что делать этой молодежи, которая идет? Она, может быть, действительно хочет. Но здесь нету односторонне виноватых, на мой взгляд. Ну, надо сказать, молодежь уже чувствует тенденции, и уже, скажем так, постепенно, может быть, но есть такая тенденция, что выбирают другие специальности. Ей надо помочь в этом. Я ни в коем случае не подвожу итоги, ничего. Просто к той же самой обращении к молодежи, не потому что я самый умный, я самый старый, у меня наболело. Да-да-да, конечно. Я могу говорить? Конечно, да. Чтобы молодежь жизнь видела не через экран, вот, интернета, не только через интернет, а жила в реальной жизни. Выйдите на улицу не только для протеста того, чего вы не очень понимаете, а чтобы посмотреть. И не просто сказать, что жизнь на самом деле прекрасна, жизнь интересна, и за нее надо уметь бороться. Бороться во всех доступных формах в рамках закона. Спасибо. Накрутил. Нет, нет, очень правильно. Я бы тоже подвел определенные итоги. Вот, действительно, настроения, которые лежат в основе тех протестных акций, которые прошли, действительно, очень много об этом сказали. Как мне кажется, очень правильные слова, что есть действительно проблемы, есть социальные проблемы, которые требуют этого своего решения. И это ни для кого не секрет, потому что у нас и президент об этом говорит, Российской Федерации, что есть бедность, есть расслоение, есть неравенство, есть отсутствие ощущения социальной справедливости. И все эти проблемы, они, конечно, требуют своего решения. Но, с другой стороны, есть и манипуляция этими проблемами, то, о чем мы говорим на сегодняшний день. Вот эти политики, да, которые, политические деятели, да, оппозиционеры, которые, скажем так, руководят этим процессом, направляют энергию, протестную вот эту энергию, как мне кажется, это направляет ее в своих интересах. И вот это движение оседлали на сегодняшний, как мне кажется, все-таки это националисты, шовинисты. Поэтому, как мне кажется, это может привести к достаточно неблагоприятным последствиям. Это мое мнение, конечно. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы молодежь все-таки была более сознательной в этой ситуации. Но, как показывает практика, действительно, жители республик Северного Кавказа, в том числе нашей республики, повели себя очень мудро и в этой ситуации не поддались на провокации. Я бы вас хотел поблагодарить за участие в программе, за вашу позицию и за вашу работу. Спасибо большое. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова